ПЕСНЯ Так выглядит концерт, который возможен на линии фронта в Восточной Украине. Будь он чуть больше и громче, то сразу привлек бы внимание неприятеля. В программе этого вечера фьюжн-группа с гитарой, народными инструментами и скрипкой. Все музыканты в военной форме. Среди них поп-звезда 90-х. Не стоит недооценивать силу музыки. Это классная штука. Не стесняйтесь подпевать, если хочется. С музыкой вам будет намного лучше. На войне она поможет сбросить напряжение. Развлечь на час-другой солдат, которые даже не представляют, как долго им еще воевать. Такова идея этих концертов. На вопрос о своем позывном Мирослав отвечает «Джоныч», сын Джона. Завязывается разговор о том, как рос в Украине сын отца из Нигерии и матери из России. Эти бойцы только что провели почти две недели лицом к лицу с неприятелем. Они служат в пехотном полку. Теперь долгожданная передышка, чтобы отоспаться, прийти в себя и послушать музыку. О чем им может рассказать гражданский психолог, если они прошли через ад? Публика непростая, более критически настроенная. Они требовательны, эмоционально закрыты. Наладить с ними контакт очень сложно. Но если уж они откроются вам, то по-настоящему. Гражданские музыканты, по словам Мирослава, часто испытывают трудности с такой аудиторией. Особенно мужчины. «Отдай мне свою гитару, а я дам тебе свой автомат», говорят им. Военный призыв и его прозрачность стали в Украине горячей темой. На смену очередям из добровольцев пришли рейды по спортзалам и ресторанам в поисках призывников. «Иногда у солдат ощущается рассерженность, но в основном они погружены в свою работу. Я думаю, большинство из них осознали, что нужно держать правильный темп. Впереди марафон, а не спринт». «Бьюти арматы, бьюти арматы». Единственное, что эти солдаты знают наверняка, это то, что Рождество они проведут вдали от своих семей и, скорее всего, на поле боя. «Бьюти арматы». «Бьюти арматы». «Бьюти арматы». «Бьюти арматы». «Бьюти арматы». «Бьюти арматы».